Автоматическое списание штрафов в 2023 году. Итак, с 1 января 2023 года неоплаченные штрафы и другие долги граждан будут списываться практически автоматически, с вашего счета в банке, без участия в судебных приставах. В первую очередь это коснется штрафа ГИБДД и тем, кто не предпочитал не платить, ожидая истечения срока давности 2 года, сейчас станет намного сложнее это делать. Здравствуйте, вы на канале Приоритеты с юристом Евгением Корсакином. Переходим к теме. В первую очередь это связано с переходом к реестровой модели исполнительного производства. Долги по штрафам ГИБДД и другим задолженностям будут списываться с банковских карт и счетов граждан, без оформления бумажных документов. Во-вторых, в ССП идет процесс автоматизации работы с должниками и активно внедряется искусственный интеллект. С 2023 года взысканием долгов будут все больше заниматься не обычные приставы, а роботы и компьютерные системы. И уже начала действовать процедура автоматического снятия ограничения на выезд за рубеж для должников в течение одного дня после оплаты долга, что безусловно не может не радовать. До этого приходилось бегать к приставам с простая у меня в очередях. Также с 1 января ФСС, ПФНС, Росреестр, банки, ГИБДД, социальный фонд и операторы сотовой связи будут автоматически обмениваться информацией о гражданах-должниках. А судебные приставы в подавляющем большинстве случаев больше не будут вручную собирать с граждан долги, за них это сделают компьютеры. Роботизированная система взыскания долгов займется установлением и снятием запретов для должников, поиском и арестом их банковских счетов, разрешением и запрещением выезда за границу людям с долгами, приостановлением действия водительского удостоверения гражданина-должника. Такой пристав в режиме реального времени получит все данные от человека, включая СНИЛС, ННН, актуальные номера телефонов, место официальной работы, также место нахождения банковских счетов, вкладов, а также информацию о наличии на них денег, хорошая защита персональных данных. Новая схема существенно разгрузит судебных приставов, а также, скорее всего, сократит их количество. Если видео было полезно, поддержите лайком, подписывайтесь на канал. Я с вами прощаюсь, до новых встреч в следующем видео.